Ну и в финале хочу вас спросить о будущем, в финале нашего разговора, о каким, сейчас же многие рассуждают о том, какое будущее ждет Европу, ждет мир, потому что понятно, по многим причинам, и по причине этой войны, и по причине того, что мир сам по себе стремительно меняется, но там какие-то технологические вещи очень меняют мир, и много-много других есть вещей, каким может быть этот новый мир через какое-то время, какой может быть вот эта система безопасности, потому что понятно, что старая система безопасности больше не работает, что нет вот этих вот предохранителей, они перегорели, какие предохранители нужны, что нужно? Ну, во-первых, что очень важно, после 24 февраля для всего мира, цивилизованного мира, для Европы, для Соединенных Штатов, для всех стран, входящих в НАТО, обозначился главный агрессор, и собственно главный и единственный агрессор для Европейского мира, Российской Федерации. Я думаю, что сегодня всем понятно, что с этим агрессором придется воевать, не просто противостоять ему, поставляя Украине оружие и финансовую помощь, а воевать. Я думаю, что это понимание постепенно приходит к руководителям Евросоюза и НАТО. И я думаю, что новый мир, каким бы он ни был, безусловно, может случиться только после военного разгрома Российской Федерации. Вопрос только в том, сколько времени у нас займет этот разгром Российской Федерации, какой ценой это обойдется не только Украине, но и всему остальному миру. Я думаю, что этот конфликт не заморозится внутри украинских границ, что он, во-первых, будет расширен на другие страны и с большой степенью вероятности превратится в термоядерный. А поскольку мы действительно ничего не знаем, ничего не понимаем, даже теоретически, о рисках и жертвах, связанных с термоядерной войной, я думаю, что на этот вопрос никто ответить сейчас не сможет. Поэтому то, что мы победим в этой войне, это понятно, то, что Российская Федерация будет разрушена в этой войне, это понятно, что непонятно, сколько все это займет и какую цену нам всем придется за это заплатить. Это в очень большой степени зависит на самом деле от Украины, потому что на данный момент единственным буфером, защищающим Европу и вообще мировую цивилизацию от Путина, опять же, коллективного Путина, что очень важно, является Украина. И, конечно, хорошо и положительный момент заключается в том, что все вроде бы пытаются Украине помочь вооружениями и деньгами, но я искренне считаю, что этого недостаточно. Что в эту войну НАТО обязана вмешаться всей силой, военной силой, каковая есть у НАТО. И что без этого эта война не будет выиграна, без этого эта война не будет как бы изолирована и выйдет за пределы Украины и приведет к лишним жертвам. Я искренне считаю, что тем скорее НАТО войдет в эту войну, тем быстрее будет одержана победа и с наименьшим количеством жертв. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok